Добрый вечер и мы снова в конце недели подводим итоги, говорим о нашем городском хозяйстве и все, что с ним связано. Достаточно много было нарицаний на заторы в городе, было это вызвано объективными причинами, велись это ремонтные работы по улице Водопроводной, также сейчас ведется в городе ямочный ремонт, мы все это видим, ведутся достаточно масштабные работы и вместе с этим мы начали наносить новую разметку, как и говорили, разметка наносится холодным пластиком, действительно намного более качественное решение. Вместе с нанесением этой разметки в городе появятся новые решения в организации дорожного движения, которые в итоге мы рассчитываем, мы уверены, существенно облегчат жизнь наших водителей. Подошли мы к этому системно, начали в первую очередь с выездов и заезда в город и также по основным местам заторов в центре города. К примеру, скажу несколько частных случаев, на улице Заболотного угол до Провольского мы организуем кольцевую развязку, это работы начнем уже на этой неделе, также появятся дополнительные полосы на въезде в город, на улице Вильямса, также будут это решения с дополнительными полосами на въезде на улице Небесной Сотни, на проспекте Небесной Сотни. Будут новые и интересные решения на улице Черняховского, там где сейчас ведутся ремонтные работы. И также хотелось бы отметить, что первая масштабная велодорожка, а я бы даже это сказал, веломаршрут из Киевского района в центр города, мы уже об этом говорили, сейчас находится на согласовании полиции, и мы уже в этом месяце начнем организовывать эту самую велодорожку. Также в городе это помимо новой разметки, новых это развязок, это появятся и такие моменты, элементы, как новые зеленые разделительные. Мы все помним улицу Балковскую с этими заброшенными машинами, которые выступали как рекламные конструкции. Этих машин уже на улице Балковской нет, и сейчас мы это работаем над тем, чтобы на этом участке от автовокзала до начала маршрута трамвайного, сделать это вдоль Дюковского парка, сделать зеленую разделительную с высадкой деревьев и зеленых насаждений. Сейчас мы это работаем над визуализацией того, как это будет выглядеть, и также думаем об организации на этом участке велодорожки. Но пока ведем эту работу с полицией, посмотрим, возможно ли это. От темы наших дорог хотелось бы перейти к нашим инновациям, то, что уже достаточно успешно работает в городе, это мусорные подземные контейнера. Продолжили установку подземных мусорных контейнеров. С первыми теплыми днями в этом году мы начали эту работу на улице Софийской и в этом районе Соборки. Будет всего 8 новых эталокаций. Это уже будут доработанные конструкции с учетом, скажем, тех моментов, которые не были учтены ранее. А именно будут как датчики, которые сигнализируют о переполнении либо наполнении контейнеров, так и будет система, которая запортирует этот контейнер, если он будет это переполнен. Также это пошлет сигнал оператору о том, что необходимо подъехать и опорожнить контейнер. Ну, если переполнение наступит до того, как его будет необходимо опорожнять согласно маршруту. И напоследок хотелось бы сказать, что мы начали работу над достаточно серьезным проектом. Это эко-фестиваль, который состоится в этом году, в июне месяце. Пока, конечно, мы надеемся на то, что ситуация с карантинными ограничениями станет намного лучше, а в идеале их не будет вообще. И мы сможем нормально, безопасно организовать это мероприятие, которое будет уже международного формата. Если же нет, то, конечно, мероприятие все равно состоится, ну, с необходимыми на то ограничениями, возможно, даже в онлайне. Будем смотреть, опять-таки, в какой ситуации мы будем на тот момент. Надеемся на лучшее. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч. До свидания.